здравствуйте уважаемые зрители моего канал давно такие видео я не делал у меня по видеосвязи в гостях артем сейчас представится подробнее но насколько я знаю недавно о нем узнал написал мне письмо на почту что он фрукторианец уже по моему более года и к тому же занимается физической такой серьезной работой то есть довольно таки накачан и вот как раз для многих будет интересно как на фрукторианстве можно не только оставаться здоровым но и накачать мышцы в хорошем тонусе вот единственное что я конечно как потом в конце скажу видео обязательно о том все-таки еще раз напомню чем сахара все-таки вредны и почему только в исключительных случаях когда действительно человек занимается физической серьезной работой это как бы допустим но опять-таки не для всех по крайней мере не для всех изначально поскольку у кого-то есть проблемы с поджелудочной железой так далее и тут нужно быть конечно аккуратным артем вам слово здравствуйте представьтесь здравствуйте юрий андреевич здравствуйте друзья итак меня зовут артем я персональный тренер данным данное время ранее занимался профессионально спортом а 12 лет занимался борьбой классической был составе олимпийской сборной боролся серьезно выступал вот и у меня была травма то есть каким образом я пришел к потерянству у меня была травма и после травмы долгое восстановление то есть течение года практически у меня была травма ноги не было никаких улучшений таким образом я начал постепенно изучать тему питания для того чтобы восстановить свое здоровье началось все с тренировок восстановительных улучшений были но я чувствую что чего-то не хватает и поскольку питание имеет очень важное значение для нашего организма я начал изучать эту тему узнал про людей сначала которые не едят мясо узнал про воспалительные процессы которые вызывают так сказать продукты живут животного происхождения а у меня была проблема именно со воспалительным процессом то есть у меня бой около года практически поскольку в колене был разрыв связок и разрыв сумок различных то есть там кровь и жидкость вытекала постоянно откачивали шприцом практически по два-три раза в неделю большие шприцы с жидкостью с кровью у меня был постоянный воспалительный процесс то есть я хотел избавиться от этого врачи мне сказали что я уже не смогу ходить никогда нормально вот здесь в лучшем случае с тростью поэтому я решил углубиться в тему самостоятельно и начал изучать тему вот отказавшись от мяса я узнал в дальнейшем о людях которые питаются сырой пищей то есть узнал про вред термической пищи про то что происходит с пищей после сорока трех градусов после 60 и после этого в кратчайшие сроки поскольку продолжал изучать информацию читать книги статьи узнал про плодоедение питание плодами мне очень понравилась теория плодоедения я подумал было бы замечательно если это все окажется правдой потому что там как скажем так продвигалась такая идея что ты не наносишь никакого вреда миру абсолютно вот происходит такой бесконечный цикл производства пищи то есть дерево плод семечка и все по новой и к тому же это самое как бы легкое усваиваемое для нас топливо которое дает все необходимое также узнал информацию про симбиотическую микрофлору патологическую патогенную микрофлору мне все это очень понравилось я решил попробовать и начал вести дневник питания и тренировок то есть я очень основательно подошел к этому процессу записывал все детали сколько веса я сбросил какие силовые показатели вплоть до сна в результате сегодня уже 548 день я питаюсь только сырыми фруктами и я скажу 438 день не пью воду то есть после четырех месяцев питания плодами а я начал ощущать мои рецепторы уже пристроились что вода достаточно жесткая что там содержатся вот эти неорганические примеси и даже фильтрованную воду хорошую воду которую я покупал для своего зала а поскольку у меня собственно зал я персональный тренер я уже даже ее не мог пить потому что я чувствую насколько она жесткая то есть таким образом остались только плоды до сих пор я продолжаю питаться таким образом недавно я ездил в москву к кириллу сара чего навстречу это такой блогер очень крупный абсолютный рекордсмен на пауэрлифтинге в жиме штанги лежа президент собственной федерации по пауэрлифтингу вот мы ездили в клинику с новейшим оборудованием самым последним то есть для того чтобы проверить полностью организм вообще возможно ли это и как себя чувствует человек с таким стажем фрукторианство и пообщался с доктором скажем так человек с классическим взглядом на качестве с классическим взглядом на здоровье то есть со своей стороны как бы объяснил как что рассмотрел мои анализы вот таким образом получается я самый обследованный а фруктует не искать в мире потому что анализы сдали абсолютно на все то есть мне прям вот очень много крови взяли у меня там большая пачка с обследованиями изучили абсолютно все поэтому скоро будет официальное видео у кирилла сарычева на канале вот также проверяли силовые показатели была тренировка с кириллом он очень удивился он думал что человек который питается там одними фруктами сейчас просто ляжет нашему по штангу его прижмет и ничего не произойдет нам понравилось как форма физическая так в принципе силовые показатели вот перед тренировкой с кириллом я помню приехал на вокзал съел 4 или 5 яблок буквально вот принципе на этом я потом держался полдня потом еще в машине съел где-то 4 или 5 яблок и поехали сдавать анализы то есть как бы питая себя два-три раза в день плодами и при этом получается наращивать силовые показатели и физическую форму иметь весьма достойно сказать а вы анализы вот результаты их известны уже известно да но полный разбор подробный он выйдет у кирилла на канале в ближайшее время я так думаю и там уже доктор разберет доктор конечно же питается но на традиционном питании как бы грубо говоря ему чуждо все вот эта информация но будет интересно посмотреть на взгляд профессионала от традиционной скажем так медицины то есть что он скажет конечно же он был удивлен например отсутствием полным b12 по нулям b12 но он доказал он сказал что парень не врет что действительно он фрукторианец что действительно ближайшие как минимум полгода в его организм не поступало вообще никакой животной пищи то есть там не яичко не курочки вообще не кусочка ничего животного он стал по этим анализом могу сказать что то есть сто процентов этот человек питается так как он озвучил вот и в том числе они подтвердили что я не употребляю никаких стероидов или запрещенных препаратов и что их в моей жизни как бы не было никогда потому что там новейшее оборудование никак не объяснили если бы что-то я принимал или принимал ранее то это обязательно бы можно было увидеть процессе как бы анализа вот этих результатов скажите а вы сдавали анализы вот исследовать электрокардиограмму сердце проверяли сердце нет сердце нет у меня есть до фруктоедения анализа по сердцу и кг и все эти вещи то есть там в принципе все было отлично вы пройдите сдайте я знаете что советую самое главное 5 вот таких показателей вот убедитесь сравните делали вам на них исследование вот что я имею ввиду пять пар первая пара b12 витамин и главный гомоцистеин не повышен ли он да и насколько если он повышен вот что самое главное вторая пара это витамин d2 d3 два разных витамина третья пары витамин к1 к2 два разных витамина четвертая тогда давайте омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты а именно две из них только две интересуют эпк и дгк и пятое это соответственно ферритин и железо то есть не само железо больше интересно но понятно что стандартный набор там гемоглобин будет и так общая анализа а я имею ввиду это еще ферритин вот и вот тогда можно многое тоже будет сказать это конечно удивительно что вы сказали что по нулям b12 при этом у вас физически и по крайней мере и нормальное состояние и внутреннее я имею ввиду нет слабости усталости да в ногах никаких нет вчера приседал вчера была тренировка ног то есть приседал добавил даже рабочий вес на 10 килограмм то есть сила все растет и растет очень интересно про б12 дело в том что он в нескольких важных процессах да участвует это и мелиновые оболочки нервных окончаний вот это очень важный момент почему я спросил следите за своими вот скажем ощущениями по чувствам скажем так второе это то что сердце и кровеносная система да так сказать но есть еще там другие нюансы впрочем кстати если будет интересно на все пять пар вот о которых я сейчас сказал да у меня есть видео на моем канале видео они очень важны также особо важна связь d3 и k2 поэтому у меня даже есть шестое видео где они в паре идут вот смотрите и так физическое состояние хорошие тренировки интенсивные мышечная масса не падает анализы эти скоро вы говорите будут опубликованы врач их врач профессионал прокомментирует это очень интересно я это тоже с радостью встречусь с вами еще раз после этого да и на канале давайте опубликуем то есть посмотрим у меня зрители увидят тогда до и после то есть исследования ну которые были у вас конечно до и когда станут после плюс показатели физические проверьте сердце обязательно я вас прошу и желательно еще почки но по крайней мере может быть везде органов малого таза сдать но и анализы вот ну стандартные как советские времена всегда были кровь и мочи конечно тоже потому что но есть показатели которые будут и очень важны в этой связи понять ну вот что еще смотрите а ну как вы к этому пришли все понятно то в общем то стандартно есть две основных ситуации как люди приходят вообще на веганство и сыроедение этическая сторона но это вот понятно все тут комментировать нечего второе это действительно улучшить либо здоровье либо физические показатели ну то есть в основном люди начинают что-то видеть что какие-то ролики им попадаются что вот действительно здоровье у людей поправляется на сыроедение кто-то переходит вот как вы на фрукторианстве долго правда я людей вот кто чисто на фрукторианстве не знаю то есть до двух трех редко пяти лет но очень будет интересно потому что главный показатель этой состоянии здоровья анализа крови естественно и прочие параметры но это будет показатель интересно насчет до 12 особо вот ну что ж есть что может быть на эту тему еще вам сказать знаете ли вы таких людей если у вас опыт может быть переписываетесь с кем-то да оказывается огромные комьюнити во всем мире то есть у меня занимаются поскольку люди как из америки там из франции то есть из разных стран и я встречал много фрукторианцев много вегетарианцев веганов то есть огромное количество и я не ожидал на самом деле что столько людей в этой теме даже в америке создаются группы различные фрукторианские в том числе люди репостят меня туда мне потом пишут из америки люди и просит меня например вести инстаграм на английском языке чтобы они понимали про что я говорю как бы такой информации делюсь но поскольку английским языком я пока не владею настолько хорошо чтобы доносить вот именно емко информацию качественно я пока веду только русскоязычный инстаграм грубо говоря еще не все еще не все задачи решены в россии еще у нас очень много русскоговорящих русскоязычных людей а который интересуется темой питания обращаются ко мне вот но в дальнейшем я изучаю языки каждый день а в дальнейшем планирую конечно вещать и на иностранном языке то есть оказывается от огромной комьюнити есть люди которые очень много лет уже на фруктах мне пишут люди что они по 8 лет на фруктах и по 10 и пишут люди уже в возрасте достаточно возрастные которые тренируются имеют приличную физическую форму очень высокую активность только на фруктах в общем я удивлен и каждый день пока меня радует очень моя форма и все что происходит еще интересный момент когда я переходил на питание плодами первые три месяца у меня практически не менялась физическая форма и масса то есть она была плюс минус такая же я только ощущал легкость и мне даже казалось о чем тогда вообще разговор что такое чистки как бы чего боятся вообще люди вот эти детоксы то есть откуда столько шума но на самом деле организм как бы копил энергию вот как я читал орнольдер это организм копит энергию клетки копит энергию и потом используйте для того чтобы провести этот процесс детоксикации я начинаю с третьего месяца у меня включилась детоксикация у меня начал уходить вес то есть я начал активно худеть месяца до 5 это месяца два продолжалось примерно и начиная с 6 месяца у меня начала возвращаться форма вес я потерял двадцать три с половиной килограмма со 105 с половиной до восьмидесяти двух с половиной а и вернулась до девяносто шести до девяносто восьми и даже летом у меня было когда особенно активно вкусных много помидор и так далее до 100 килограмм даже с лишним вес только на фруктов при этом специфить специально я не ел только руководствовался чувством голода поэтому мне было интересно я задавал врачу специалисту в москве сейчас такой вопрос говорю понятное дело что как бы вы скажете что это невозможно но поскольку анализ как бы у вас на руках увидеть что действительно питаюсь только растительной пищей а как вы думаете хотя бы в теории возможно такое чтобы человек набирал мышцы и был активен физически как бы способен и кип действия только на плодах доктор сказал что ничего не можно эту тему сказать потому что как бы случай вот его практике уникальный вот если он сказал что скорее всего нет но как бы поскольку вот и сидишь передо мной то есть я не знаю надо изучать и так далее поэтому мне сам очень интересно я продолжаю вести дневник питания и тренировок то есть это не какой-то фанатизм я действительно изучают этот вопрос потому что я себя все лучше и лучше чувствую и мне интересно что будет дальше с осторожностью с учетом всех анализов но продолжаю двигаться но вы едите не только фрукты вернее в том простом понимании обывателя что вот все таки помидоры томаты это все таки овощи но понятно что это ягоды вернее плод можно отнести к фруктам да но то есть говоря о плодах огурцы и прочее вы едите тоже да но понятно то есть как бы и овощи и фрукты скажем так в общем понимании привычном овощи и фрукты то есть кулинарное разделение как грубо говоря на сладкие плоды и не сладкие я раньше даже писаться в инстаграме я ежедневно выкладываю отчет какой сегодня день и какое грубо говоря раньше писал ем овощи и фрукты но люди не понимали то есть что такое овощи они думали что я ем картошку там свеклу и так далее поэтому я оставил просто питание фруктами а перечислите из овощей то что вы едите вот ну допустим помидоры огурцы помидоры огурцы перец кабачки тыква но реже потому что все таки мне нравится более сладкие фрукты что еще пожалуй все пожалуй все а из фруктов в основном из фруктов сейчас мой рацион составляют яблоки помидоры авокадо манго я встречал только в крупных городах у нас все-таки в мордовии с этим похуже цитрусовые самые разные любые абсолютно также перец болгарский мне нравится сладкий виноград виноград разные виды винограда так авокадо назвал бананы бананы тоже нравится груши различные сейчас виду очень много пожалуй эту весь мой основной рацион зимой например было очень много хурмы очень много цитрусовых а сейчас меняется то есть по сезону я стараюсь питаться по сезону очень нравится ней томаты и яблоки самые разные плоды питание обычно два-три раза в день меня спрашивают часто сколько ты ешь но это все индивидуально то есть были этапы как бы если учитывать что как бы плоды лудоедения как бы видовое питание человека если рассматривать это как грубо говоря аксиом от этого отталкиваться то получается организм просит именно такое питание поэтому когда начинаешь питаться плодами аппетит может подскакивать то есть иногда я ел и по 6 раз в день и по 7 раз в день то есть мне действительно хотелось есть постоянно но потом все равновешивается стабилизируется и остановился на двух-трех приемах пищи в сутки и в принципе им достаточно немного учитывая что у меня двести один сантиметр рост и вот сейчас 95 килограммов веса по сути человек больше двух метров роста но есть два-три раза в день грубо говоря средний мой прием пищи это 5 я вот скажите а вот первый прием пищи когда и когда последний то есть когда вы вечером последний раз едите это зависит от моей тренировки например если у меня есть тренировка то я люблю тренироваться по утрам я могу вообще не поесть то есть я могу примерно до 12 часов до часу пока тренируюсь потом какие-то рабочие моменты решают там записываю историю укладывать какие-то видео только к обеду я например заканчиваю как раз проголодаюсь и у меня прием пищи идет если это обычный день например как сегодня сегодня у меня нет тренировки я просто прогулялся пришел позавтрак как бы и готовился к встрече с вами посмотрел еще несколько видео дополнительно очень интересно мне понравилось конечно как вы рассказывали вот про облагораживание территории невероятная работа просто гигантская даже не представляю как все это успеваете держать в голове и контролировать такие процессы вот и получается я позавтракал примерно в девять часов в девять часов позавтракал это были яблоки и виноград red global виноград красный и несколько яблок следующий прием пищи у меня будет наверное часа в два в три ну и последний я думаю около шести семи часов как бы ничего страшного если я поел непосредственно перед сном фрукты достаточно просто усваивается но все же самая максимальная легкость это когда ты ложишься и в желудке ничего лишнего часа за два за три я все-таки стараюсь есть уже не есть в идеале и сколько вам лет 28 лет 26 лет я узнал про плоды в свой день рождения прямо проснулся и все и перестал питаться животной пищей всем остальным это был не плавный переход это было вот именно с животного питания на сыроедение буквально недели две и потом я узнал про плоды и решил попробовать параллельно все фиксировал в своем дневнике отслеживал состояние но серьезно спортом вы занимались и ранее то есть правильно да да профессиональный спортом с детства мастер спорта по борьбе да я тогда нашим зрителям пару слов хочу сказать дорогие товарищи вот значит то что сейчас получается у артема ну факты никакого нет оснований не доверять и такие люди есть их не так много но есть почему положительно у него выходит в общем то сейчас и по здоровью и так далее тут на то много факторов безусловно и возраст и главное то что он занимался физически активно работал трудился до этого плюс к тому те факторы которые мы сейчас пока не знаем но я советую вам во первых посмотреть видео мое которое называется почему в наши дни зожники тоже болеют и еще видео почему на сыроедение в наши дни ну или там по крайней мере как то так называется давно уже был я не помню точное название почему не у всех получается быть на сыроедение в наши дни значит вот это так теперь что касается скептиков что особенность сибири которые говорят вот у нас сибири попробуйте значит сыроедение в сибири у меня есть видео на главном канале где как раз я это поясняю к тому же историческую интересную справку даю а теперь что касается моего совета по поводу вообще сахаров не только понятно синтетических но и натуральных в целом и тем более когда у человека есть такие проблемы как я говорю с поджелудочной железой инсулино-резистентность диабет первого второго но главное второго типа в этом смысле то посмотрите мои видео такие как инсулино-резистентность почему все время хочется есть калории знаю что будет если вы откажетесь от сахара на 10 дней раздельное питание ну и пожалуй все так вот по крайней мере это основа для зрителей я говорю дело в том что конечно далеко не всем безусловно подходит потребление только сладких скажем так продуктов содержащих глюкозу и фруктозу даже натуральные природные потому что есть такая проблема инсулино-резистентность да то есть след за ней скачет и повышается инсулин в крови а в связи с этим возникают определенные проблемы кстати в том числе воспалительные процессы если у человека есть не дай бог онкологии или опухолевые заболевания категорически делать нельзя потому что победить рак в том числе комплексными правильными мерами можно только в том числе убрав главное питание у раковых клеток в плане получения энергии а это как раз сахара причем не только синтетические натуральные вот тут как раз категорически нельзя и надо переходить конечно на веганскую но на гетто диету то есть когда основной источник энергии жиры вот хорошо что артем ест авокадо это очень правильно потому что в природе чистых жиров практически нет они все-таки нужны и если мы говорим о чистых жирах это яичный желток это авокадо это только растительные масла и животные жиры и все поэтому то есть то что мы говорим орехи там макадамия и прочее это все и то и другое и третье то есть жиры белки углеводы надо считать сколько чего там есть а чистых жиров мало ну вот авокадо один из них это хорошо вот что еще я бы хотел сказать тут больше для зрителей то есть вам надо сначала конечно изучить все за и против а то есть безусловно веганство это абсолютно правильно это ну это это природный вид питания для человека его естества к тому же кто не верит и считает и начнет говорить глупости ну допустим оправдывая свои пристрастия привычки порочные то тогда вы можете посмотреть мое видео клыки где я как раз объясняют о глупости вот когда некоторые начинают говорить сторонниками соедине что вот клыки у человека и потому и потому вы дурак вот почему потому что клыки это условное обозначение трех видов разновидности зубов рис и клыки и жевательные но только лишь теоретически выходь сравните с теми приматами даже насколько в три раза у них клыки длиннее остальных зубов а у нас вровень с остальными я сейчас не буду гать остальные доказательную остальную базу и все аргументы это видео там подробно сказано еще с точки зрения биохимии если вы захотите разобраться но новичок кто смотрит меня или ваши зрители будут неважно вот есть такое видео раздельное питание там я как раз объясняю почему эта теория та еще советская была верна но в чем тут суть и я по-моему именно там в том числе там разбираю на как работа что происходит с точки зрения биохимии когда человек потребляет высокомолекулярные белки в первую очередь животного происхождения и еще есть одно видео на эту тему с таким названием провокационным мясо надо есть как раз я разбираю логистику и биохимию процесса что происходит когда человек есть высокомолекулярные белки что происходит что такое кодоверин потрясын другие гнойные яды трупные яды гнойные токсины это основная причина онкологии хотя разумеется не единственная и так далее и так далее но вообще хочу для справедливости сказать что есть три группы продуктов которые вызывают воспаление другой вопрос что когда человек убирает очень много вредных факторов действующих на него то тогда какой-то один или группа одна фактор вредных может и не оказывать такого сильного воздействия как если бы было все в совокупности что я имею ввиду три группы продукта вызывающие воспаление в первую очередь это высокомолекулярные белки животного происхождения это как раз самое страшное на первом месте не мясо сыр на втором творог третье цельное молоко потому что там по мере увеличения от большего к меньшего вернее количество молочного белка казино который практически не переваривается нашим организм в полной степени вернее при переваривании происходит образование очень серьезных гнойных токсинов и трупных ядов к тому же у нас нет фермента ренина который есть желудках тех же телят козлят когда они рождаются и пока они не закончили свой период онтогенеза пока они не перестали пить молоко именно своей матери причем химический состав разных видов млекопитающего молока до разные которые гормоны разные там есть которые нужны своему ребенку а не чужому тем более другого вида животным вообще с другой программы до информации так ну если будет интересно опять-таки зрительно в большей степени у меня есть несколько видео про молоко и молочные продукты вот что самое опасное но именно эти три категории не сливочное масло или тем более топленое потому что там нет почти вот этого остаточного следа молочного белка казино а жиры с точки зрения биохимии только вредны тем в этом смысле что там они окисленные а вот это плохо гиперпероксид липиды такая молекула образуется такой свободный радикал но это еще не так опасно так на четвертом месте мясо пятая рыба шестое яйца имеются в белки белки в большей степени желтки понятно нет они никакой реакции антигена тела не оказывают и это очень питательный продукт естественно если только он этический в том смысле что для кого это важно конечно то есть поскольку куры несутся без участия петухам почему-то это люди удивляются конечно абсолютно не корова извините что она может родить теленка есть будет оплодотворение а куры без оплодотворения яйца несут это цикл так что в этом смысле если куры содержатся отдельные яйца не оплодотворенные то жизнь вы не убиваете и вот тут для веганов это надо понять ну а в плане этическом а что касается физиологического нюанса то есть биохимия то желтки если куры конечно не кормились промышленными комбикормами да были свободного выпаса и только биоорганик все то конечно это только польза и холестерина бояться тут не надо совершенно это глупость холестерин повышается из-за сахара да только из-за сахара за нарушение работы печени и все поэтому вот вторая группа продукта вызывающие воспаление тоже высокомолекулярные белки но только растительного неживотного происхождения под таким большим названием нового группа большая под названием лектины белки лектина их около ста самый известный из них это глютен содержится он в зерновых но есть еще около ста других так вот они вызывают воспаление это в первую очередь посленовые то есть помидоры баклажаны перец картошка потом там другие но неважно у меня есть об этом видео и вот третья группа продукта вызывающие воспаление это как раз сахара но поскольку у человека есть два пути получения нашими клетками энергии первый как раз гликолиз цикл крэпса то есть за счет расщепления глюкозы фруктозы да а второй это за счет расщепления жиров китоз и два вместе они никогда не работают то есть китоз только тогда у людей и только у тех начинает работать и все прелести эти они люди начинают получать когда человек перестает есть более 25 грамм но человек с большой массой тела более 30 грамм чистого сахара в сутки получаемого им из всех съедаемых им продуктов в течение этого дня считаются все продукты чеснок хрен лук я нарочно вот так прям говорю такие называю казалось бы не сладкие продукты и люди думают там нет сахара там тоже есть сахар просто очень мало но считать надо все и 25 грамм от полтора яблока среднего размера и только потому вот у артема у таких людей как получается во первых там ну я не буду сейчас предполагать кстати надо по-хорошему провериться и на паразитов да но тут скорее всего серьезных нет точно иначе бы этот маневр не получился бы это я сразу говорю люди сразу вспомнят некоторые неудачные опыты и всяких дамочек из интернета бешеных есть такие у меня видео было про одну бешеную дамочку она рассказывала про страшный опыт своего преподавателя какого-то подруги по йоге которая перешла на фрукты и тем более фруктовые соки когда удар по поджелудочной идет просто моментальные соки фруктовые категорически не советую пить в этом смысле так вот почему у нее сразу и опухать начало и отекать и проблемы с почками тогда потому что извините меня йоги это не физическая работа йоги это ноль практически траты энергии а так сказать в виде сахаров приходит энергии много которые потом естественно переходит в жир и плюс воспаление плюс все остальное но в общем главное тут проблема именно в том что нет физической работы когда она активная и серьезная и когда человек особенно до перехода стал заниматься серьезной активностью набрал некий потенциал мышечной массы у него есть запас на переходный период на этот перестройку биохимии тела да плюс ему так повезло что у него перестроилась кишечная микрофлора работать удачно когда все-таки она клетчатку растительную живую начинает расщеплять до соответственно в том числе аминокислот кстати в том числе ну и вот тут как раз это все получилось у артема не у всех людей получается два видео я уже дал объяснил какие посмотреть где как раз сказано про то почему не получается у людей в наши дни ссылки дам под видео чтобы просто людям удобно было зайти и посмотреть мне очень интересен опыт артема я безусловно знаю что есть такие люди их мало потому что у большинства людей вполне понятно мне по крайней мере причинам переход на фрукторианство короткий получается и конечно начале всегда все хорошо потом по разным там да там год два три пять становится не очень и эти факты я обосновал то есть почему так происходит но я вполне допускаю безусловно что есть такие люди тем более тут очень просто тут просто надо следить и не лениться в отличие от такого товарища который был на просторах интернета и куда-то исчез вот некий андрей счастье такой был который искать в общем-то не имел и не имеет никакого образования понимания этой проблемы конечно бояться не нужно если вы относительно здоровый человек а нужно просто делать периодически все анализы исследования 5 показателей парных я сказал каких надо сдавать ну естественно на сахар тоже сдавать стоит абсолютно причем там надо правильно сдавать но об этом я рассказывал своих лекциях про сахара про диабет там и так далее вот контролировать чтобы не было у вас инсулина резистентности вот это категорически допускать нельзя состояние и тогда если мышечная масса не падает это хорошо я предполагаю дело в том что организм молодой раз гормон роста обычно вырабатывается интенсивно до 25 лет но артема видимо еще вырабатывается потому что когда человек есть факторы которые усиливают синтез гормона роста естественным путем это активная физическая работа это интервальное голодание это запуск процесса аутофагия это например маринга такой продукт который тоже аутофагию и соответственно синтез гормона роста запускают в том числе к тому же повышенное содержание аргинин трептофана кстати можете провериться на эти аминокислоты потом да но для начала те кто все-таки боится но хочет я бы посоветовал как раз какой-нибудь конопляный протеин либо четыре в одном но у нас есть они специально были созданы для того чтобы как раз поддержать это аминокислоты то есть это не высокомолекулярные белки не будет реакция антигена антитела как от потребления высокомолекулярных белков мяса и так далее а это хорошо а вот проблем с белком точно не будет ведь тут проблема синтеза конечно именно белка в плане аминокислот артем получает сейчас из фруктов и того что он перечислил недостаточно для поддержания такой массы тела увеличение роста мышц тем более а почему у него это происходит и получается а потому что у него хорошо идет и работает нормально симбиотическая кишечная микрофлора идет синтез аминокислот дело в том что симбиотическая микрофлора вот даже капуста квашная чудесный ферментированный продукт уникальный там много аминокислот вы в или нет товарищи а я почему дело в том что в процессе жизнедеятельности своей многие симбиотические бактерии пропионовые и прочее они потребляя клетчатку это для них главная пища они синтезируют в результате своего метаболизма в том числе в том числе незаменимые аминокислоты это вот еще один очень интересный момент ну и у кого идеально работает кишечная микрофлора патогенные она не завещена то есть те люди у кого нет сибра синдром избыточно-бактериального роста нет синдрома скажем так дырявого кишечника есть такой синдром или там дисбактериозных серьезных состояний ну и вообще даже любых не только серьезных вообще любых вот у тех людей а таких очень мало в наши дни действительно действительно активно работает кишечная микрофлора перерабатывая клетчатку в том числе в разные витамины в том числе вот я удивлен право 12 но что совсем на нуле и человек нормально себя чувствует но это вот я говорю еще раз надо будет сдать пересдать посмотрим потом а так проблем с многими витаминами конечно не будет ну цитрусовые ладно там много витамина c если человек есть много цитрусовых там есть свои минусы тем более сахара но плюсы такой вот например много витамин c а витамин c он необходим для удержания мышечных тканей волокон то есть рост мышц кто хочет и кто с возрастом особенно ведь каждый человек с тридцати лет с двадцати пяти теряет по пол процента редко кто меньше а некоторые даже больше мышечной массы в год вот почему важно в молодом возрасте мышечную массу нарастить только естественным путем максимально ну разумно пределах большую потому что потери будет и просто это запас так сказать да но витамин c уменьшает эту потерю и соответственно предотвращает поскольку вот это вот то что я еще хотел сказать вообще у меня очень много видео на эти темы я все это давно разобрал обосновал поэтому буду следить обязательно лично я за артемом нет опыт интересен я давайте так мы договоримся если не против что вы допустим когда вот будет у вас уже результаты доктор выступит вы мне эти ссылки пришлите мы с вами я проанализирую что он сказал какие у вас параметры мы еще раз встретимся тем более вот дорогие друзья обращаясь к зрителям интересно вам будет это моя аналитика и вот собственно расклад медицинский и давайте тогда вот напишите под это видео но и сделаем видео соответствующие тогда я думаю артем будет только за да да это сто процентов у меня очень много анализов то есть там целый папка мне проверяли даже биологический возраст плотность костей содержание кислорода в крови то есть абсолютно вот все что можно было сделать кирилл говорит доктору давай вот это сделаем они меня смотрят игры ребят делайте что хотите то есть я к вам приехал вот есть такой опыт как бы все что нужно сдать я сдам поэтому анализ вышла на очень такую приличную сумму это как бы уникальный все-таки момент что человек заинтересовался проспонсировал это тут все весит этот процесс и будет таким образом взгляд и традиционного врача грубо говоря на вот этот вопрос само собой он испугался то есть уже снимали как бы я уже знаю что происходило было что происходило так сказать записи конечно же он удивлен вот и в том числе будет взгляд со стороны человека вот с точки зрения который с альтернативной точки зрения изучил вопрос питания поэтому я с удовольствием конечно пришлю вам все данные и мы встретимся и обязательно подробно разберем будет интересно интересно ваше мнение людей ну что же прекрасно тогда так и договоримся новые дорогие друзья пишите свои вопросы комментарии ну и это очень важно от этого будем отталкиваться собственно кстати пересылайте это видео людям которые знаете как вот не только критически но огульно охаивают вот глумясь над людьми ну вообще над здравым смыслом потому что они то думают что они правы уверены только их уверенность не основана на знаниях на науке тоже не основана она основана на повторении заученных фраз которые когда-то не очень какие-то сказали причем с точки зрения аргументов научных никак не подтверждается ну и кстати есть такая еще фраза знаете слышали наверное что практика критерии истины поскольку мы видим пример обратного того что говорят эти умники то мы понимаем разумные люди все понимают что они не правы как минимум а вот если ты что-то не понимаешь с точки зрения науки это я уже к медикам биологам там научным сотрудникам разным обращаюсь если сие явление не входит ваш в круг ваших понятий то так сказать ведь от этого не истина страдает а сказать надо самим развиваться и понимать вот как тот врач я вижу но не понимаю почему но надо стремиться надо хоть изучать не фразы заучены из учебников а например понимать что с курса третьего медицинского уза любого приучат по крайней мере раньше учили советское время что для что высокомолекулярные белки вообще являются для организма антигенами что такое антиген антитела посмотреть что это за реакция что за иммунный ответ почему белки вот что это не просто набор аминокислоты это некая информация какая информация что она передает что такой волновой след помимо чистой биохимии хотя и с точки зрения биохимии тут все предельно понятно но в общем однако пишите может быть мне даже какие-то видео еще снять от мои старые зрители конечно смотрели наверное все они в общем то все понимают а новые полагаю нет ну вот у меня есть ответы почти на все вопросы а если не на какие-то нет напишите я отвечу вот ну и что еще на завершение здесь сказать надо у меня есть такое старое видео девять причин болезни ему лет десять или девять там я впервые очень сильно обосновал что такое вообще видовое питание что такое естественное питание потому что ну и про термообработку и что происходит при ней так далее и так далее но человек же существо конечно очень сильный запас жизненных сил огромный но наши дни то действует столько факторов на людей вредных которых не было раньше лет двадцать тридцать что уж говорить про сто лет назад поэтому когда люди начинают там прабабушек дедушек которые ели все подряд и жили там сто лет во первых все подряд они не ели а все таки они жили как правило на земле ели то что выращивали да во вторых мясо практически не ели пришло основном люди были религиозными и воспитывались так и 300 дней в году даже 300 устаробрядцев вообще там 330 не ели в году никакое мясо а многие вообще не ели принципиально это тоже не все знают у меня было интересное письмо на эту тему от старобряд но потомки старобрядцев дедушка который прожил 117 лет все в роду больше 100 лет жили так вот мясо не ел никто никогда жили в сибири это кстати я указал этот факт по моему это письмо в моем как раз видео там что же есть сыроеда зимой в сибири или как-то так называется вот там я про это тоже рассказал последний момент еще хотел дополнить я максимально открыться в эксперименте как бы то есть делюсь людьми информации ничего не скрываю регулярно выкладываю скажем так отчеты по силовым показателям по состоянию тела по всему остальному то есть ссылки я все скину там вконтакте в инстаграме на ютубе абсолютно везде поэтому ребят кому интересно заходите задавайте вопросы а я абсолютно не фанатичен в этом плане я просто изучаю этот процесс меня меняет процесс очень затянул мне правда интересно я себя прекрасно чувствую вот поэтому кому интересен мой опыт заходите я максимально открыт и поделюсь с вами информацией но я от себя добавлю что я при вижу абсолютно точно чувствую что артем разумеется говорит вот то что есть ссылки я оставлю на его инстаграм и про кстати а как инстаграм его заблокировали или вы в обход да поскольку не запретили как бы скажем так не не запретили использование использование vpn то я использую vpn буквально я нажимаешь нет ну это понятно да как бы в обход ну ладно по крайней мере в целом это нехорошо но в данном виде в вашем случае это нормально потому что вы так сказать у вас канал позитивные ничего плохого не делаете а наоборот так что все отлично вот что еще я скажу давайте я буду тоже следить я очень не хочу что ваш эксперимент продолжился и если так сказать а я пока действительно не вот меня только смутил бы 12 давайте потом еще перепроверьте а главный гомоцистеин какой и посмотрим что там можно спрогнозировать там проблемы будущего по сердечно-сосудистем почему я буду изучить и сделать электрокардиограмму ну и там по ней уже будет ясно нужно что-то еще или нет а вот меня только смущает чем может быть недостатка магния вы же зелень не потребляете отказался на определенном этапе почувствовал что как бы она горьковато для рецепторов и я узнал что это может быть обратной связи как бы организма тут как бы чувство горечи что содержится определенные как бы яды или нет нет понятно нет это не так но ничего страшного ничего страшного так сказать будет очень интересно да давайте продолжайте будем на связи значит ну давайте тогда на этом все на сегодня точно хватит для затравки и начала для зрителей информация большая и действительно артем он не один в этом есть и были но некоторые люди вот я знаю был в америке такой на русского происхождения жил супер марафонец какой-то но он вроде как с фруктоид не сошел да вы не знаете не дуглас грэм случайно нет он русский там парень какой-то фамилия супер марафон книгу гиннесса вошел что-то там за сутки 180 километров без остановки пробежал что такое там то есть какие-то знакомые да и вот и потом кто-то мне написал что именно с фрукторианства он сошел был на фруктах и соках там фруктовых вот ну и вот но все-таки вот узнайте потом ладно там поздавайте вашим товарищам не интересно вот что там дальше случилось расскажите потом во второй части хорошо вот отлично отлично да и под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами псковской области я продаю территорию так как два крупных хозяйства ну просто невозможно физически и морально тянуть это уникальное место и уникальный проект я хотел бы продать его в хорошие руки ссылка будет в описании ну что ж дорогие друзья уважаемые зрители на этом пожалуй все ждем ваши письма всего хорошего до свидания